Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Еще раз доброе утро Уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Председатель кооператива БАКа-2 И председатель правления Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко В нашей студии И мы продолжаем Вот разговор На прошлой неделе В понедельник По поводу Жилья Уже новостроек Какие Здесь подводные камни И проблемы могут возникать У собственников квартир Вот как раз таки Один из собственников квартир В новостройках Антон Астраханцев В нашей студии Здравствуйте Доброе утро Да Ну вот мы остановились В прошлый раз Действительно не успели договорить Потому что было очень много И вопросов И проблем Которые хотелось То что Возникает Такое противоречие С одной стороны Реклама обещает одно Люди покупают жилье Рассчитывая на Какие-то Условия Одни Но выясняется Что Не всегда Есть возможность Проконтролировать То как Происходило Строительство Не всегда Есть возможность Проконтролировать И качество Использованных Материалов И вот Я понимаю Что вопросы В том Есть ли какие-то Органы Которые надзирают Над строительством И которые могут Гарантировать То что За что Заплатил человек Деньги Он получает В свою собственность Может быть Немножко Напомним Цепочку То есть Как нам Рассказал Антон Давайте Мы начнем С того Что застройщик Солидный Так я понимаю Очень серьезный Застройщик Это не первый Его проект Проект Конечно Очень большой В масштабах Города Риги И казалось бы Там Нужно было Ожидать Что все будет Ну как По маслу Но в итоге С чем столкнулся Антон И его коллеги И его Сотоварищи По несчастью Это первое Это было Что вдруг Началась плесень На паркете Появляться Это была Первая зацепка Вторая При производстве Там косметического Ремонта Установили Что Кафель Не очень качественно Приклеен И соответственно У многих Потом возникла Проблема С этим Кафелем Следующий Вопрос Это отсутствие Вентиляции Достаточно Когда начали Разбираться Что там Между проектом И реальной Жизни Очень большая Дистанция Дальше Больше Начали Выяснять Что со Стояночными Местами Не досчитались Стояночных Мест Которые Положены По проекту Ну и Последняя Видимо Капля Которая Там Сейчас Скрутится У Новых Владельцев Это Состояние Систем Пожарной Сигнализации Потому что Подчеркну Объект Очень серьезный И требования Современные Выполнить Современные Требования По пожарной Безопасности Особенно Аппаратную Часть Весьма И весьма Сложно И по надежности И вообще По исполнению Это очень Дорогостоящие Вещи Ну и вот Антон Наверное Расскажет А что же Там С пожаркой Да Самое Интересное Было Произошло Недавно Когда Регулярно Начали Начала Срабатывать Пожарная Сигнализация И если Первоначально Просто Скажем так Работник Охраны Просто Бежал И автоматически Отключал То Последний раз Это было Примерно Два-три Месяца назад Когда Приехало Несколько Экипажей Пожарной Безопасности Службы Да То Мы решили Написать заявление И вообще Проверить Какие есть проблемы Все ли Работает правильно И На самом деле Мы были Довольно сильно Удивлены Потому что После проверки Которую провела Вот эта служба Были Констатированы 11 нарушений Пожарной безопасности Два из которых В принципе В какой-то мере Виноваты жильцы Потому что Это просто Были в коридорах Расположены Велосипеды Коляски Которые мешают Передвижению Но За остальные Девять В принципе Должен отвечать Управляющий Самое интересное Это один из этих 11 пунктов Там установлена В этом доме Такая Современная Довольно на тот момент Когда дом сдавался В эксплуатацию Это было около 12 лет назад Была такая Довольно Современная Система То есть Когда срабатывает Скажем Индикатор О том Что что-то Произошло В квартире То в этот момент Эта информация Идет на пульт И видно сразу В какой квартире Что произошло И была сделана Проверка В результате Которая установилась Что Допустим В 105 квартире Сработала сигнализация Но Пожарная безопасность Находится ли На должном уровне Я написал заявление И была проведена проверка В результате которой Мне сообщили Что нарушение есть На данный момент Управляющий Как я понимаю С его слов Он не получил Этот отчет О допущенных нарушениях Поэтому у меня Этого отчета нет И вот Я его жду В прошлый раз Его оставили в течение Двух недель То есть Управляющего Я так понимаю Плюс-минус Еще неделя Есть в его распоряжении И это довольно Такой Интересный И важный момент Потому что Немногие задумываются О пожарной безопасности До того момента Как что-то произошло И как показывает практика Нашей страны Соседних стран Все начинают думать О пожарной безопасности Только тогда Когда что-то случается Мне хотелось бы Немножко Скажем так Предвосхитить события Да Да Поменять Вот этот вот Скажем Водоворот событий И начать Как-то уже думать Заранее А не после того Как произошла Какая-то трагедия Но здесь В чем вина В чем проблема И причина Вот эта сигнализация Она изначально Была установлена С какими-то дефектами Или она Вышла из строя Или что-то На каком этапе Произошло Я не могу Ответить точно На этот вопрос В какой момент Именно это и произошло Мне просто Ну скажем Есть определенные сомнения Что вот Такая ошибка в системе Могла вдруг Вот сама Произойти Вот когда-то недавно Потому что Насколько мы знаем Насколько мы видели Когда срабатывала Эта сигнализация Никто не пытался Узнать причину То есть охранник Просто бежал На подземную стоянку Где находится Вот эта вот Скажем Сигнализация Блок управления И просто сразу же Автоматически отключал Он даже не проверял Горит и горит Если честно Вот конечно Очень это все напоминает Вот печально известные События В Максиме Когда Тоже срабатывала Сигнализация Ее просто отключали И в принципе Вот в результате Произошли Вот произошло то Что произошло Давайте не будем С Максим Потому что Пожарная сигнализация Никогда не присигнализирует О том что Конструкция разрушается Она может присигнализировать О том что Сработали датчики Там на дым На огонь На еще какие-то Там на движение Какое-то Несанкционирование Но суть вопроса Я хочу сказать в том Что Аналогия с Максимой В чем заключается Вспомните До Максимой В строительной отрасли Была тишь да благодать Все развивалось После этого После этой трагедии Моментально переделали Всю нормативную базу Поменяли все В сторону Жесточайшего контроля И как выясняется Сейчас Еще раз подчеркиваю С большим уважением Это солидный застройщик Это все Не шарашкина контора Которая пришла Там чего-то налепила И сбежала На одном доме Это застройщик Который много объектов Ведет И вот такие вещи Которые всплывают Но если мы говорим О паркете Что это означает Завезли Некондиционную Подложку Исполнители работ Влажность подложки Не проверили Стройный отзор Влажность подложки Не проверил Руководитель работ Влажность подложки Не проверил Результат А зачем тогда Вся эта цепочка контроля Которая там расписана Наверняка все расписались За то что не проверили Тем более это все Очень просто Аналогично я боюсь Предполагать Но аналогично Скорее всего С пожарной сигнализацией Ошибки монтажа То есть когда Коммуницируется Квартира Ну адрес Забивается квартира И связь квартиры С пультом Но скорее всего Не было потом Комплексной проверки А все ли точки Реагируют Адекватно Также по остальным Пунктам можно идти То есть я вспоминаю Когда я в советское время Получал квартиру В маленьком Двенадцатиэтажном доме Там по нынешним меркам Это ничего Там комиссия ходила Человек двадцать Они одновременно Должны были В присутствии друг друга Подписать и пожарники И строители И там представители Газовщиков То есть там Громадная комиссия Ходила по одному Маленькому дому Сейчас по всей видимости Все это делается Путем проталкивания бумаг Один сдал бумаги Второй сдал бумаги Юристы в строевых правах Оценили Что эти бумаги Хорошие Качественные Объект пошел В эксплуатацию Поэтому на самом деле Здесь всплывает По-моему Одна системная Проблема Которая Не дай бог Если она Может переводиться В то Что-то близкое С максимумом Потому что Действительно Объект Дом Дом Которая проблема Третья Самое удивительное То что Есть такое Я думаю Все знают Об этом Закон Такой Паретта Где В принципе 20 и 80 Все разделяется В принципе Здесь ситуация Очень похожа Я думаю В любом доме То что Интересуются Действительно Какой-то Жизнью И вообще Что происходит 20 процентов 80 Такое ощущение Что им Либо это Неинтересно Либо Я не знаю Они там Не живут Хотя свет Горит И вот Это самое Удивительное То есть Людей даже Не интересует Их безопасность То есть Их безопасность Их детей Я не знаю Кто там У них дома Остается Домашние Животные Вот это Самое Удивительное Что мы Хотим Дальше Делать Мы Создали Общество Жильцов Всех Домов То есть Мы попытались Таким образом Объединить Дома Потому что На тот момент Когда мы решали Проблему со стоянкой Управляющей Его позиция Была такая Что Создайте Какую-то Организацию Общество Чтобы Это общество Выдвинуло Каких-то Своих представителей И нам Будет легче Общаться И вам Будет легче Общаться Мы Послушали Создали Вот это Общество Но По факту Ничего Не происходит Нас В принципе Никто И не хочет Слушать Но Подождите Вот В этом Обществе Все Состоят Или Опять-таки 20% Самых Инициативных В этом Обществе Состоят На данный Момент Более 50 Человек Это С нескольких Домов Это Был Первоначальный Этап То есть Мы Не планируем Перенять В свое Собственное Управление Эти дома Потому Что Насколько Я знаю У нас Среди Жильцов Нету Людей С Необходимым Образованием И С Достаточным Скажем так Свободным Временем На это Поэтому В принципе Дальнейший Шаг Все К этому Идет Потому Что Я Провел Недавно Такой Опрос Среди Жителей Которые Планируют Делать Ежегодно О том Как Они Оценивают Вообще Скажем так Жилье В этом Доме По Различным Скажем так Индикаторам Показателям И Также Я Попросил Сравнить Вот Те Обещания В момент Покупки Квартиры И с Реальностью И Там Абсолютно Диаметрально Противоположная Ситуация То есть Я могу С полной Уверенностью Заявить Что В момент Продажи Продавец В большинстве Случаев Просто Врал По Многим Критериям Поэтому Мы Хотим Создать Общество Которое Скажем Это Первый Этап Который Мы Хотим Сделать Мы Хотим Наделить Общество Правом Контролировать Нашего Управляющего Чтобы Он Отчитывался Отчитывался В принципе Но По идее Он же И так Должен Отчитываться Да Но В этом Случае Он Будет Обязан Отчитываться Потому Что На данный Момент К сожалению Наша Коммуникация Вообще Минимальна По причине Управляющего Потому Что Многие Эмейлы Которые Мы Отсылаем Или Когда Мы Звоним Он Просто На них Не Отвечает И Тогда Мы Вынуждены Написать Управляющей Компании Компании Которая Продала Квартиру Потом Добавляем Иногда Член Направления К переписке Тогда На наш Эмейл Довольно Быстро Отвечают Но Я Не Думаю Что Так Должно Нормально Должно Ли Быть Количество Жильцов Определенно Достигать Какого-то Процента Для того Чтобы Представлять Интересы Нет Давайте Мы Немножко Разберемся Что То Что Сейчас Антон С коллегами Создал Бед Для Этого Никакого Одобрения Жильцов Не Нужно Они Собрались Эта Группа По Интересам Которая Взяла На Себя Допустим Функции Насколько Я Понимаю В основном Созданы Для Того Чтобы Объединиться Подавать Юридические Иски Там Ну И Вообще Разбираться В Ситуации Да Это Не Зависит От Количества Жильцов Там Заинтересованы Есть Второй Вопрос Что Этот Коллектив Который Сейчас Создался Он Имеет Все Шансы При Правильной Постановке Юридической Организации Их Некоторых Действий Получить Полномочия На Управление Домом Потому что Здесь я хочу Поправить Управление Домом Это Не Оказание Услуги По Сантехнике По Поддержанию Дома Это Не Есть Вопрос Управления Домом Вопрос Управления Домом Это Вопрос Принятия Решений Принципиальных Делать Та или иная Вещь Кому Там В принципиальных Случах Что доверить Как Распорядиться Это Вопрос Которые Люди Принимают А Управляющая Компания Хоть она Называется Управляющая Она Уже Исполняет Это Вот Она Уже На Практике Реализует Принятые Собственниками Решения Поэтому Если Сейчас Это Товарищество Удастся Получить Некоторые Определенные Полномочия В плане Принятия Решений Ну Тогда Я думаю Отношение К вам Будет Гораздо Более Серьезным Почему Потому Что На самом Деле В чем Себя Можно Чувствовать Спокойно Имея Там Коллектив Собственников Или Количество Собственников Об одного Объекта Там Тысячу Или С чем То Человек Управляющий Может Быть Довольно Спокойно Потому Что Он Реально Представляет Что Значит Собрать И Принять Решение Тысячи Человек Это Нужно Чтобы 550 Человек Вовлечено В процесс Принятия Решений И Высказалось За Как Минимум А для Того Чтобы Получить Полномочия Это Нужно Еще Больше Голосов Две Твети То Это 660 670 Голосов Получить На Получение Полномочий Но Как Только Такие Полномочия Достигнут Тогда Тот же Решение Как раз Таки Качественное Решение Принимается Гораздо Более Узким Кругом Лиц Важно Кого Вы Отбираете В тех Кто Будет Решать Насколько Эти Люди Компетентны Насколько Они Вообще Способны Почувствовать Что Нужно Дом И Насколько Они Способны Вообще К Сотрудничеству Между Собой Потому Что Обычно Собрание Собственников Если Кто Там Не Был То Я Могу Пригласить И Вы Посмотрите Это Разговор Будет Обо Всем Только Не О Повестке Дня Поэтому В данном Случае Понимаете Мы Неожиданно Выходим Для Меня На То Что Казалось Бы Новый Объект Там Люди Все Ну Скажем Ну Достаточно Успешные Потому Что Там Квартиры Я Предполагаю Не Самые Дешевые В Городе Они Собравились И То же Самое Равнодушие Что Обычные Пятиэтажки Стандартные Удивительный Вопрос Для Мы Сейчас Делаем Маленькую Паузу После Чего Вернемся И Продолжим Наш Разговор Микс Ньюс Продолжается Программа Добро Пожаловаться И Вот Действительно Мы Перед Уходом На Рекламу Остановились На Очень Интересной Теме На Интересном Моменте Что Получается Что Действительно Казалось Бы Дом Собравший Инициативу Людей Как будто Бы Успешных И Можно Предположить Более Инициативных Более Таких Менее Инертных Тем не менее Сталкивается С теми же Проблемами Что Обычный Дом Где Очень Тяжело Принимаются Решения То есть Мы Видим Что Вот эти 25-80% Они Работают Как будто Бы В любом Обществе Как бы Мы Не Отбирали Людей Все Равно Обязательно Почему-то 80% Людей Плывет По инерции И не Хочет Вникать В дела Которые Касаются Непосредственно Их Собственных Интересов Да Абсолютно Потому что Раньше Я жил Перед покупкой Этой квартиры Я жил Просто Скажем Так В панельном Многоэтажном Доме И ситуация Была Абсолютно Схожая Наверное Мне казалось По той Причине Что Скажем Там Живут В основном Скажем В моем доме Это было Люди Старшего Поколения То есть Пенсионеры Может они Юридически Некомпетентны В каких-то Вопросах Поэтому Я был Очень удивлен Когда В принципе Абсолютно Схожая Ситуация Получилась И В том Проекте В котором Я живу Не знаю С чем Это связано Сейчас Мы Примем Звонок Здравствуйте Доброе Утро Пожалуйста Доброе Утро Извините Но Очень Большая Просьба Иногда Повторять Кто Потому что Очень интересно Что же это за дом И застройщик А так Абсолютно Согласен Спасибо Да Я просто Напомню Что Антон Астраханцев Собственник квартиры Вот У нас Сегодня в студии И Также Председатель Кооператива Бака-2 И Председатель Правления Центра Консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Добавим Только еще Одно Что Антон Астраханцев Купил квартиру В Тейконами Явно Явно Тейкон Которая позиционирует себя Как элитный проект Но Тех Жильцов Которые Потом покупают Квартиры Я Слышу Очень Сильное Разочарование Удивление Ну и Вот Мы Сегодня Разбираемся Почему В чем Причина Этой Ситуации И Получается Так Что Жильцы Которые Инициативная Группа Которая Создает Такую Бедрибу Они Могут Ну Не может ли Случиться Так Что Условно Говоря Другая Группа Жильцов Создает Другую Бедрибу И Начинается Двоевласть То есть Ну вот Если Видите Тут вопрос Не в двоевласти Вопрос Можно создать Шесть Бедрив В одном Доме Вообще Закон о Товариществах Он гласит Очень просто Группа По интересам Не менее Двух Может создать Товарищество То есть Группа Из двух Человек Может создать Другой Вопрос О том О чем Я говорю О том Что Во первых Здесь В данном Случа Люди Объединены Одной Проблемой И они На сегодняшний день Насколько я понимаю Главная цель Это решение Определенных Юридических Проблем Потому что Даже в одиночку Это очень дорого И Бороться Тоже Это дорого В одиночку Второй вопрос Получение Полномочий Не важно Сколько В этой группе Людей Если Эта группа Людей Получает От тысячи Человек По установленным Законом По порядке Полномочий Допустим Выбирать управляющую Компанию Давать Там Принимать Решения По определенным Вопросам Подготавливать Решения По определенным Вопросам То эта группа Сразу не может У нее Дух не может Потому что Один и тот же Вопрос Вы не можете Находясь В здравом уме Сразу поручать Дух Относительно Вовлеченности Это дефект Нашего законодательства Эстонцы Этот вопрос Решили Очень просто У них Они долго Пытались Вовлечь Массы В принятии Решения В конце концов По моему С позапрошлого Года Приняли закон Который Гласит О том Кто пришел На собрание Тот и решил Ну и вы Сами понимаете Что достаточно Прособраться На собрание Одной Из экстремальной Группы Принять Какое-нибудь Такое Скажем Ну сомнительное Решение Как тут же Народ сколыхнется Поэтому Решать нужно Не путем Вовлечения Масс Через декларацию То есть Вот давайте Соберемся Нужно Вовлекать По моему Массу В управление Домом Очень простым Способом Не пришел Значит решим За тебя И сразу Все будет решаться На мой взгляд Но к сожалению Так не работает У нас государство Все Пытается Изобрести Свой собственный Путь Точно так же Мне не очень понятно Вот каким образом Вообще Ну хорошо Антон Они столкнулись Они сейчас Набьют шишки Второй раз Они уже Если им придется Покупать еще раз Недвижимость Уже наверное На эти грабли Не наступят Будут новые Но на эти Не наступят Но вопрос А как вообще Вот Есть ли критерии Оценки того Что обещают Застройщики Критерии Оценки Любой процесс Строительства Любой процесс Производства Он неизбежно Связан с Какими-то Отклонениями То есть От первоначального проекта Ты вынужден отступать Ну по разным причинам Не страшно Что ты отступаешь Страшно Если ты отступаешь В ущерб качеству Или нарушаешь Процессор В угоду прибыли И при этом Страдает качество Вот как это будет Оцениваться В будущем Ну вот у меня вопрос Например Есть какие-то моменты Которые ну скрыты Условно говоря От наших глаз То есть вот в процессе Там строительства дома Какие-то технологии Были нарушены Или там завезены Не те Ну не могут жильцы Находиться на стройплощадке И контролировать Ну то есть вот это невозможно Но как Может произойти Вот накладка С парковочными местами Которые казалось бы Ну это не то Что паркет Не того качества Завезли То есть это Или это есть Или этого нет То есть это вот Ну как бы Очень-очень наглядно Вот здесь вот В чем Я бы сказал Что по поводу Стоянок Которые либо есть Либо нет Это вопрос Кришской строю правы Каким образом Они принимают В эксплуатацию Здания Я так понимаю Что они просто смотрят Вот как Сергей уже упомянул ранее То есть по документам Все есть Поэтому это есть А по факту Такое ощущение Что никто не убеждается И не считает Вот эти вот Стояночные места Ну вот как вот Например здесь Но все-таки Сто Парковочных мест То есть это Достаточно большое Большое пространство Которое Ну это огромная Большая парковка То есть если вот Брать по Меркам даже Риги Но как это можно Чтобы она исчезла То есть вот Была Вроде бы По документам Она была А фактически Ее не было То есть это же Это какой-то Трюк Дэвида Копперфильда Насколько я знаю Вот я общался С представителями Рижской строуправы Когда решал этот вопрос Они сказали То что в самом проекте Он очень интересно Скажем так Юридически оформлен Это не одно здание Это комплекс Из В данный момент Шести Жилых домов И получается так То что в момент Строительства И проектировки Они внесли Огромное Значительное число Различных изменений Проекта И Им В Рижской строуправе Как я понимаю Им очень тяжело Уследить за всеми Этими изменениями Поэтому Когда мы сами Мы пригласили Юриста Который занимается Именно вот этими Вопросами Контроля Контроля Есть вот этих Стояночных мест По факту Потому что Когда мы общались С представителем Застройщика Он нам много раз Обещал прислать Вот это число Стоянок Но к сожалению Дальше слов Дело не зашло Но вот Когда дом был сдан В эксплуатацию Как это происходило То есть Вам показали Вот это Стояночные места Для вашего дома Как я уже говорил У моего дома Вообще уникальная ситуация Потому что На более чем 100 квартир У нас 12 стояночных мест Остальные Недостающие места Чтобы выполнить Минимальные требования Закона У нас Находятся На многоэтажной Парковке Рядом На данный момент Никаких договоров О том Действительных договоров Которые в силе Благодаря которым Мы могли бы Пользоваться Этой стоянкой Нет По факту Застройщик Или управляющий Он может сам решать Кому дать доступ Кому не дать То есть Кто-то много что-то Говорит Делает против Отбираем доступ И доказать Что-то Очень тяжело То есть В принципе Застройщик Управляющий Все время говорит Если у вас Какие-то проблемы Через суд Сколько людей Обратится в суд Из 100 человек Я думаю Что захотят 20 Когда оценят Стоимость Длительность По факту Может быть В лучшем случае Один Но Когда Вы Приобретали Квартиру Вам Что обещали Что говорили По поводу Этих парковочных мест Нам обещали Что стоянки Есть Парковочные места Есть Вы найдете Есть многоэтажная парковка У вас там будут места Будет абонемент Который вы сможете Приобрести И пользоваться То есть Какой-то годовой абонемент На более выгодных условиях Чем для всех остальных Потому что Но мы все-таки Там живем По факту Получилось Не совсем так Как обещали И мы находимся Абсолютно В равных условиях Со всеми Скажем так Гостями Этого квартала Потому что В дневное время Мы должны платить Я не помню Там 1 евро Или полтора евро В час То есть Если у кого-то Там Скажем так Смешанный график Работы И в рабочее время Находится В этом квартале Ему У него Может быть Скажем так Для него Может быть Довольно проблематично Найти пустое место Он будет Вынужден поставить Либо в этом квартале Либо За километр За два От места жительства Еще один звонок Примем Здравствуйте Пожалуйста Снова Перезвонил Мне еще такой Уточняющий вопрос Скажите пожалуйста Антон А вы Покупали квартиру Непосредственно От застройщика То есть Разговаривали С их менеджером По продажам Или через Рейлперскую компанию Ну и так Ремарка На будущее Если Чего-то нет В договоре То это Только слова Спасибо Начали Наверное С ремарки Это Это все Понятно Я думаю Что люди По своей сути Доверчивые И Если Говорить Скажем По факту Я понимал Что Скажем Стоянка Она будет Вопрос в том Ты готов За нее платить Или нет То есть На данный момент Та стоимость Которая есть Или о которой Мы говорили В тот момент Она в принципе Была адекватной Вопрос в том Что Скажем Не только Обещание По поводу стоянки Изменилось Но и многие другие В том числе Которые Скажем Не совсем Соответствуют Договору Но это уже Немножко Другая история Там нужно Более Скажем Углубляться Первый вопрос Первый вопрос Был бы у кого Я покупал квартиру Квартиру Я покупал Именно У застройщика И в принципе Насколько я понимаю Насколько я знаю Большинство квартир Продавались Именно От тех людей Представителей Застройщика То есть Там было На тот момент Два продавца Квартира Насколько я знаю Один из них Работает до сих пор И продает Квартиры Вот В недавно Сданную Эксплуатацию Дома 67212 93 9 67213 93 9 Телефоны В нашей студии Я напомню Что сегодня В программе Добро пожаловаться Вот мы говорим О тех подводных Камнях Которые Могут возникнуть При покупке Уже нового Жилья Здесь вообще Состоянкой Очень интересный Для меня Юридический вопрос Когда Проектировался Объект По всем правилам Городских властей Его проектировать Без предоставления Гарантии того Что будет Определенное количество Стояночных мест Сегодня просто невозможно То есть Строя новые объекты Должны одновременно Вещать вопрос По нормам Города Риги По автостоянкам Вопрос такой Каков юридический Статус этих зданий На какие деньги Это делалось На деньги развития Не являются ли Эти здания С парковками Вообще-то Одним из объектов Которые Профинансировали Инфраструктуру Которую Профинансировали Жильцы Это первый вопрос Такой Потому что Мы сталкивались По аналогии Вопрос Когда строится Дом С автономной Котельной Застройщики Притали с котельной Оставить у себя Хотя котельная Является Неразрывной Частью проекта То есть Вынув котельную Невозможно Эксплуатировать дом По нынешним нормам В принципе Убрав Стояночные места Нельзя эксплуатировать Эти дома Это первый вопрос Второй вопрос Такой А какова судьба Этих стоянок То есть Кто решает дальше Ведь Что такое Многоэтажная стоянка Это прочное Хорошее здание С хорошей сеткой Колонн Довольно просторное Которое легко Обшивается Снаружи стенами Окнами И становится Совсем другим Объектом Недвижимости А не готовится Ли такая судьба Что через После завершения Сдачи В эксплуатацию Всего объекта Упс И вместо стоянки Еще Офисные площади Тоже Такой Интересный Для меня Вопрос И В принципе Кто получает Деньги За Нахождение Автомобиля На этой стоянке То есть Там вообще История Очень запутанная С этим Потому что Мы несколько раз Пытались обращаться К нашему управляющему Застройщику И мы спрашивали Кто у вас Управляет Этой Многоэтажной Стоянкой Потому что Скажем так Вот этот Застройщик Большая Крупная Литовская Компания Она создала Много дочерних Компаний И в принципе Разделила Вот эту ответственность То есть Одна отвечает За управление Домами Другая отвечает За эту территорию Третья за другую И в принципе Ничего не было понятно И недавно Появилась Какая-то ясность Потому что Среди моих знакомых Оказались Люди Которые Работают Снимают помещения В этих Зданиях В этом же квартале И Они сказали Офисные Получается Да Офисные Жилые дома И они сказали То что у нас Договор О пользование Многоэтажной стоянкой Заключен Вот с такой-то фирмой То есть Теперь Наконец-то Скажем По истечению Года-двух Мы Поняли Кто Управляет Этой стоянкой Потому что Это Нигде Не написано То есть Если даже Вот прийти на стоянку И посмотреть Вот это Обычное Табло Где написано Условия пользования Стоянкой Там непонятно Кому это принадлежит Есть Обслуживающая компания Которая Обеспечивает Скажем Вот эти Пропуска Если не ошибаюсь Там Европарк Сейчас Мобили Но Кто именно Владеет Этим Управляет Там непонятно Ну Это Ключевой вопрос Потому что Кто является Собственником Этих Парковочных Мест Что Европарк Или Сити Парк Это компания Как вы правильно Сказали Они управляют Они обеспечивают Поверх Они за деньги Обслуживают Эти стоянки Чистят Моют Там Наблюдают За Системой Позорной Безопасности Если таковые Есть Ну Плюс К этому Они Обеспечивают Пропускной Режим И контроль За пропускным Режимом Основной Доход С этого Получают Другие Те Кто Владеет Этим И То есть У нас Есть еще Один Звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день У меня вопрос По другим Вопросам Управления Жилыми Дома У меня такой вопрос Раньше у нас В Устабе Помад капитал Был в районе 1300 евро Сейчас Носили изменения И председатель Ввел Изменил Сумму Основной Помад капитала И сделал Ее 280 Допустимо ли Это такое Это первый вопрос И второй вопрос Регист предприятия Должен ли Проверять Соответствие Внесенных Изменений В соответствии С новым Законом О кооперативных Обществах Потому что Там вообще Такая ерунда Что ну Выгодно Только председателю Спасибо Этот вопрос Прозвучал По поводу Изменения Устава Кооперативных Обществ И основного Капитала Кооперативных Обществ Значит Начнем С уставного Капитала Уставной Минимальный Уставной Капитал В кооперативном Обществе В жилищно-кооперативном Обществе Законом Определен В 280 Это минимальный Уставной Капитал Но В этом же Законе Сказано Что Уставной Капитал Складывается Из паев И является Величиной Переменной В зависимости От количества Внесенных Паев Я могу Привести Даме Пример Своего Кооператива У нас Стоимость Паев 46 Евро Количество Членов Тысяча С чем-то То есть У нас Уставной Капитал Получается При минимальном Объеме Который Продекларирован 280 Где-то За 50 Тысяч Вот Разница Значит Для того Что Если вы Хотите Чтобы был Большой Уставной Капитал Вам Друга Жалеет И говорит У нас Денег Нет Мы Люди Бедные Поэтому Давайте Установим Размер Паев 2 Евро Можно Установить 2 Евро Можно Установить 50 Евро Это Ваше Право Это Первое Так что Это Все Законно Это Все Нормально Да Регистр Предприятия Полностью Проверяет Вносимые Новые Редакции Устава Потому Что Вряд ли Выносились Изменения Скорее Вносился Новый Иметь Ввиду Что Особенности Нового Закона Который Принят Особенность Заключается В том Что Если Раньше В предыдущей Редакции Закона Достаточно Много Вопросов Можно Было Решать Через Устав То есть Был Вариант Как В уставе Скажешь То Сейчас Закон Определяет Очень Много Положений Поэтому Устав Вообще На Сегодняшний День Где Садержит Только Те Моменты Которые Какой срок Выбираем Управляющие Органы Там Три Пять Один Два Годы До Пяти Лет Размер Уставного Капитала И еще Некоторые Моменты Ну и еще Вопрос Коммуникации Как Регламентируется Коммуникация Между членами Общества И Порядок Созыва Собрания Он может Иметь Некоторые Варианты То есть Устав У меня Допустим В кооперативе Он где-то Из 16 Пунктов На Чуть Больше Полстраницы Больше Там Писать Нечего Поэтому Говорить о том Что сейчас Все под председателем Я бы считал Что несколько Несправедливо Потому что Вы сначала Откроете закон Он не такой Длинный Прочтите Что там Отрегламентировано А потом Уже смотрите Какие варианты Вы в кооперативе Приняли Ну так Ответ Такой Будет Ну что же У нас осталось Буквально Три минуты Может быть Подводя итоги Вот Наших Наших Двух Программ Что можно Посоветовать Тем Кто приобретает Квартиру В новостройке На что Обратить внимание Какие Самые Такие Вот Важные Моменты Самое первое Как я уже Говорил В прошлой Программе Это Не полениться Купить Или взять Из дома Треугольник Под 90 градусов И проверить Углы Проверить Ровность стен Потому что Если Первоначально Может показаться Не такой Большой Проблемой Но Вы потом Поймете Насколько Это важно Когда Вы будете Устанавливать Мебель То есть Вот эти Зазоры Или Другой Момент Я бы Сказал Так Или Потребует От Застройщика Гарантии Того Что Выполняется Если Он Говорит Что У вас Так Называемый Евроремонт И Геомет Геометрия Идеально Сказать Какие Допустим Отклонения От Правильных Геометрических Форм Все равно Не бывает Идеальных Геометрических Форм Они только Бывают В математических Задачах А так Там Есть Строительные Нормы Если У вас Отделка То Там Тоже Есть Очень Интересные Параметры Сколько Допускается Шероховатости На квадратный Метр Сколько Неровностей И так Далее Это Первое Второе Если Геет Вентиляция Требуйте Оттверждения О том Что Это Обеспечено То Попытайте Перевести Разговор В техническую Площадку Потому Что Удивительно Когда Мы Покупаем Автомобиль Расход Тормоза Наличие Вопрос Приобретения Недвижности Красивое Место Красивый Дом Еще Два Пункта Важных Которые Хотел Упомянуть Это Не Полениться И Не Пожалеть Денег На Юриста На Оценку Договора Это Очень Важно Чтобы Потом Не Обернулось Какими Проблемами И Третье Это Все Таки Читать Отзывы Потому Что Я Провел Опрос Среди Жильцов И Там Были Разные Критерии Отзывы Не Были Среди Пяти Наиболее Весомых Критериев Поэтому Читайте Отзывы Старайтесь Вначале Узнать Это Вообще Настоящие Отзывы Или Нет Потому Что Если Вы Будете Читать Например О моем Проекте В котором Я живу Я Уна Тейка То Там Многие Люди Через Гугл Они Пишут Отзывы Оставляют Имя Фамилия Но Поскольку Даже В новостойках Есть Свои Проблемы Хотелось Бы Призвать Жителей Собственников Квартир Собственников Жилья В Латвии Подумать Я уже Неоднократно Говорил Пора Объединяться Пора Создавать Свою Общественную Организацию Которая Могла Бы На Разумные Членские Взносы Содержать И экспертную Какую-то Группу Или привлекать Экспертную Группу Для оценки Каких-то Лоббирует В том числе Изменения Благоприятные Для нас Законодательства Это было бы Разумно Это было бы Правильно Но к сожалению Пока отклика Нет никакого И желания Нет никакого А попытки Бороться в одиночку Но они долго Они утомляют Ну то есть Путь бедрибы Он может Значительно Путь бедрибы На месте Это очень логичный Путь То есть все равно Вы должны Сначала Найти Как Единомышленников Потом их объединить В какую-то Юридическую форму Чтобы вы могли Двигаться Куда-то Путь бедрибы Он не требует Ни денег Ничего Минимальная Плата За регистрацию Дальше можно Без денег На энтузиазме Развиваться До определенного Момента Но даже Если бедрибы Сейчас захочет Получить полномочия Для того Чтобы провести Качественный опрос С собственников Квартир Ну минимум На почтовые Расходы 2000 евро Это по закону Ну вот минимум Сразу Это деньги Должны откуда-то Появиться И здесь Начинаются Уже вопросы Самоорганизации Членских взносов И так далее Ну что же Тема такая Действительно Очень волнующая Но к сожалению Время Наша программа Завершилась Программа Добро пожаловаться В которой сегодня Были Антон Астраханцев Собственник квартиры Явана Тейка Ну и Председатель Кооператива Бака-2 Сергей Сидорко Спасибо вам И до новых встреч Всего доброго До свидания